Привет всем! Добро пожаловать на наш канал. Здесь мы говорим про образование и жизнь за рубежом, так что подписывайтесь. И сегодня я вам расскажу о своих впечатлениях о жизни в США за последние два года. Я хотела сначала сказать за последний год, но тут внезапно поняла, что я в США уже практически два года. Так что, если вам интересно послушать про жизнь в США, смотрите это видео до конца. Хотела бы я свой рассказ начать именно с того, где я была и что я делала до переезда в США. До переезда в США я жила в Будапеште, страна Венгрия, потому что я туда переехала, когда мне было 19, и за стипендии, стипендия, стипендием, и я обучалась в Коминус университет в Будапешт, три года получила там бакалавриат в сфере applied economics, и потом еще год работала на финансовую компанию, то есть в среднем я в Будапеште жила примерно четыре года. И Будапешт просто офигительный город, мне там конечно очень-очень понравилось, но после своего получения бакалаврия я решила, что я хочу получать магистратуру, и потом начала думать, где же мне ее получать. У меня на самом деле есть достаточно много причин, по которым я решила переехать в США, и наверное самая первая причина, это потому что тут живет моя сестра-двойняшка, я очень долгое время уже хотела с ней жить хотя бы в одной стране, потому что она тоже в 19 лет переехала за рубеж, только не в Венгрию, а опять же в США, то есть она жила здесь, и я очень хотела как бы жить вместе с ней, желательно в этом городе, но на тот момент просто хотя бы в одной стране. Это причина номер один. Причина номер два, это конечно новая страна. Как я уже сказала, мне в Будапеште все очень-очень нравилось, но начало немножко поднаедать. Все-таки в Будапеште жизнь мне кажется более такая плавная, там не так много возможностей для карьерного роста, это вот стопудово могу вам сказать, при этом я не говорила на венгерском языке, и хоть я там жила четыре года, я один раз попыталась его выучить, но у меня особо не получилось, поэтому я забила. Я бы не сказала, что венгерский язык очень такой, знаете, полезный. Поэтому у меня были кое-какие ограничения в плане карьерного роста, ну и вообще даже зарплаты в Венгрии, да, они не такие большие, как может быть в других частях Европы. Поэтому я подумала, если уж мне куда-то переезжать, так лучше я перееду в США, а у меня тут же без сестра. Почему бы и нет? Первые впечатления у меня были, конечно, очень интересные. Я всем говорю, что как только я переехала в США, первые две недели у меня была депрессия, у меня был депрессняк, потому что, как вы знаете, я живу в Филадельфии, и все города, большинство городов США, они очень специфические, они не такие, как города в Европе. Города в США достаточно грязные, не очень тут безопасно, да, люди могут спокойно владеть оружием. И когда я переехала, понятное дело, когда только переезжаешь в новую страну, достаточно сложно найти accommodation, да, то есть квартиру, которая подходит тебе по всем твоим требованиям. Поэтому я нашла такой student housing, который для меня было достаточно легко снять, как интернациональному студенту. Но моя квартира была на первом этаже, у меня была очень-очень маленькая комната, мне не очень нравился район. То есть первые две недели я прям жалела о своем переезде, я очень расстраивалась, меня Милена пыталась поддерживать, но первые две недели был депрессняк. Потом все потихоньку улучшилось, я нашла друзей, я погрузилась в учебу, то есть потом все стало классно, но вот первые недели как раз из-за этих, я бы сказала, challenges, да, которые связаны с переездом, мне не очень понравилось. И плюс, конечно же, города США, как я уже сказала, грязные, не очень безопасные, передвижение на общественном транспорте не очень безопасное, грязное. И, ну вот, конечно, по сравнению с европейским опытом, у меня был такой, очень такое большое разочарование. Второй момент, это, конечно же, что в США достаточно большие цены. То есть, если я живя в Венгрии, даже будучи студентом, я могла ходить и там есть в рестораны, там, с друзьями каждую пятницу. В США сходить поесть в ресторане, это очень дорого. То есть, как студент, ты не будешь ходить по ресторану. Еще другой момент, это, конечно же, медицина. Что-то я начала ходить по всем минусам жизни в США, но неважно, я лучше вам сразу все расскажу, чтобы вы знали. Медицина, конечно, в США очень дорогая, и, понятное дело, у всех должна быть медицинская страховка. Медицинская страховка стоит денег, но при этом даже, когда ты сходишь на визит к врачу, тебе какую-то денежку придется платить, и ты никогда не знаешь, какую. И как интернационального студента с ограниченным бюджетом, да, очень это бесит. Но что же я сейчас думаю о США? Мнение о США у меня, конечно, поменялось, я бы сказала, более в позитивную сторону. Я до сих пор уверена, что США – это страна не для всех, но США – это страна возможностей. Как только я сюда переехала, я сразу почувствовала, насколько здесь много возможностей. Возможностей для карьерного роста, возможностей для путешествий, возможностей для построения своего бизнеса. Ну вот просто тона возможностей. В свое первое лето здесь я проходила офигенную стажировку с IAE, Institute of International Education. Я там работала с программой Fullbright, программа, на которую я сама в какой-то момент подавала. У меня куча друзей, которые тоже ездили по Fullbright, и я была просто организатором, по сути, этой программы. Это было очень классно. Я проходила стажировку в Нью-Йорке, просто в центре на Манхэттене. Моя была просто незабываемая experience. Это просто мое первое лето здесь, и уже была такая возможность. Потом, как вы знаете, я из одного университета перешла в другой. Я сейчас обучаюсь в Illinois University, и у нас в университете столько возможностей, столько возможностей для финансирования каких-то новых проектов, новые гранты. Есть гранты для research, то есть если вы хотите заниматься исследованием. Есть гранты, и вам университет просто деньги будет отдельно вам давать, выделять, чтобы вы занимались каким-то исследованием. Есть гранты даже для стартапов. Наш университет просто дает деньги ребятам, которые хотят начать стартапы. То есть в таком формате, понимаете, столько действительно возможностей для саморазвития, для развития своего бизнеса, для развития своей карьеры. Поэтому, как вы видите, я очень excited из-за этих возможностей, и поэтому мне жить в США нравится. Но я прекрасно понимаю и согласна с теми людьми, которым в США может не понравиться, потому что жить здесь. Из-за всех минусов, которые я уже переучила, жизнь здесь достаточно сложная. И какой же вывод? Я бы сказала, что вывод мой, это что все страны разные, и во всех странах есть плюсы и минусы. Я вам могу такое же видео записать про жизнь в Венгрии, в Будапеште. Есть плюсы и есть минусы. В США то же самое, есть плюсы и минусы. И вы должны, понятно, сделать какое-то research, посмотреть, что люди говорят, и понять, подходит ли США именно вам. Но если после просмотра этого видео просто, после просмотра каких-то еще видео вы поняли, что вас все равно тянет США, то, конечно же, обязательно подписывайтесь на этот канал и смотрите больше видео. Как я очень часто говорю, самый легкий способ переезда в другую страну это через образование. Поэтому подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и пишите комментарии, и я вас увижу в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...